Всех приветствую на своих Яндекс, Рутуб и Ютуб каналах. За окном пятница, 30 декабря, 6 часов вечера на часах. Уже послезавтра наступит новый 2023 год. И я по традиции в завершающую пятницу года подвожу итоги уходящего садово-городного сезона и строю планы на будущий год на фоне замечательного пейзажа замерзшей реки Волги, который открывается у меня буквально с тачного участка. В целом год получился очень насыщенный и продуктивный. Работы начались еще в феврале. Мои постоянные зрители знают, что в конце прошлого года у меня украли беседку, сделанную из металла. Поэтому было принято решение изготовить ее из дерева. На моем участке растет мини-лес, поэтому начали пилить, снимать кору с дерева, короче, готовить строительство новой беседки. Получилось все на отличный ролик. Обязательно сделаю и покажу в нем, как за смешной бюджет построить отличную вещь. Поэтому подписывайтесь, чтоб не пропустить. Переходим к основной части ролика об урожайных успехах и неудачах. Важно отметить, что на урожай критическим образом повлияли неожиданные заморозки во второй половине мая и похолодания в начале сентября, что негативно сказалось на урожае. Выставляем оценки. Будем двигаться от низких к высоким по пятибальной шкале. Двойку получают тыквы марсельеза и арбатская мускатная. Огурец сорта Герман из пяти штук. Четыре погибли, не успев зацвести. Один все-таки зацвел и отдал Богу душу. Арбузы Шугабэби и Продюсер. И томат за Солнечное чудо, который просто съела вершинное гниль. Хотя погода и уход абсолютно этому не способствовали. Тройку получают морковь сортов Самсон и Аджириновского. Все этапы вегетации были неплохие, а урожай из двух десятиметровых гряд около пяти килограмм крупной моркови. Это очень и очень мало. Все капусты и белокочанная, и краснокочанная, и пекинская оказываются в троечниках. Четверку получают свекла сортов Бордо и цилиндра. Но цилиндров больше сажать не буду, ибо очень плохо хранится. Репост сорта Петровская, все хорошо, только мелковато, но с очень хорошими перспективами. Огурец сорта Гармонист, все этапы прошел на отлично, на очень скромный урожай. Лук и красный, и белый, как и огурец Гармонист, все этапы на отлично, но очень мелкие на выходе. И наконец оценку отлично получают томаты через сорта 6.7F1. Горох Амброзия, кукуруза, сортов Тройная сладость и Краснодарская, сахарная, подсолнечник, лакомка, картофель, дайкон сорта Миноваси, кабачок, черный красавец и эсмин получают 5 с плюсом, ибо все этапы прошли идеально. Как мы видим, средний балл 3.7. Это очень неплохо, учитывая те природные удивления, что мы наблюдали в конце мая и в начале сентября. Кстати, поэтому ягодным кустарникам и фруктовым деревьям оценку не ставлю. Переходим к завершению. Планы в следующем году связаны с увеличением кустов и плодовых деревьев, а также я опять попробую заняться виноградарством. Хоть погода в Ярославле приносит постоянные сюрпризы, значительно уменьшаю урожай, но хочется еще больше себя окружить этими прекрасными растениями. Всех и особенно своих подписчиков поздравляю с новым 2023 годом. Желаю всего самого лучшего, прежде всего здоровья. Подписывайтесь на канал. Всем пока и удачи. Увидимся в новом году.